МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Основоположник теории относительности Альберт Эйнштейн признавался, что больше всего на свете он хотел бы узнать, как все-таки Бог создал наш мир. Эйнштейн писал, я вижу, что наша Вселенная устроила удивительным образом и подчиняется определенным законам, но мы эти законы не понимаем. Наш ограниченный разум просто не в состоянии постичь загадочную силу, которая движет созвездиями. Но возможно ли понять, как создан наш мир? Что для этого нужно? Какой должен быть научный инструментарий? Мало кто знает, что еще в 2012 году российский ученый Тимур Тимирбулатов сформулировал пять законов устройства мира. Закон иерархии, закон равновесия противоположностей, закон всеобщей взаимосвязи, закон развития и закон непрерывности движения. Применение законов устройства мира позволяет ответить на огромное количество вопросов, которые накопилищу современной науки и до сих пор не нашли своих решений. Познание законов устройства мира открывает путь к познанию Вселенной. Все везде устроено по одним законам, что в микромире, мире фотонов, электронов, атомов, молекул, что в мегамире, мире планет, звезд, галактик и Вселенной. Анализ действия этих законов позволит выйти на описание формы и понимания структуры Вселенной. Познать особенности ее функционирования, увидеть механизмы формирования частиц и атомов, звезд, планет и галактик. Ученый убежден, что учитывая проявления во Вселенной этих законов, можно найти верный путь для объяснения непонятных явлений. Согласно гипотезе ряда ученых и исследователей, которые опираются на последние открытия в области астрофизики, математики, данные с орбитальных телескопов, наша Вселенная все-таки это не бесконечное пространство с хаотично разбросанным нагромождением гигантских камней, а материальная сущность, созданная по единому, хотя и пока недоступному нашему пониманию закону. К тому же ученые склоняются к выводу, что наша Вселенная не так уж и бесконечна, как было принято считать, и она не обязательно должна расширяться. Более того, скорее всего, она имеет некую ось, вокруг которой Вселенная и вращается. В основе же мироустройства лежит субстанция, которую ученые обозначили термином эфир. Что они подразумевают под этим словом, насколько теория эфира в состоянии объяснить устройство окружающего мира. Космологи полагают, что космос и все космическое пространство и есть порождение эфира. Об эфире люди знали еще в глубокой древности. Вспоминания о неиссякаемой источнике свободной энергии, бездесущей всепроникающей первосновой материального мира, сохранились в манускриптах древних индийских мудрецов, живших 5-6 тысяч лет назад. Имя этой первосновой была Акаша. Акаша на санскрите означает непрекращающееся сияние, освещенное пространство. Кроме того, великий Платон за несколько веков до наступления нашей эры полагал, что Бог создал мир из эфира. Его ученик, известный древнегреческий философ Аристотель, считал, что планеты, другие небесные тела, солнце и весь космос состоят из эфира, который он называл вечным и не меняющимся пятым элементом природы, наряду с водой, огнем, воздухом и землей. Эфир по Аристотелю для земли является передаточной средой для света и тепла, возникающих на солнце. Эфир по учению древних способен создавать видимую материю, и он считался всегда носителем духа. Именно через эфир просачивалась та сила, которая вызывала то, что называется жизнью. Изобретатель Христиан Гюгенс жил в 17 веке. Он утверждал, что свет переносится эфиром. Ученый не мог это доказать, но на основе этой теории разработал математические формулы волновой оптики. И они прекрасно работают. Его современник Рене Декарт описывал эфир как сверхтонкую материю, которая не делится на атомы и обладает свойствами жидкости. Такие великие ученые, как Гюгенс, Фарадей, Ньютон, Эллер, Ломоносов, Менделеев, и многие-многие другие признанные авторитеты последних трех столетий стояли на позициях эфира. Но они рассматривали эфир лишь как переносчик света электромагнитных волн. А основное качество эфира, способность создавать видимую материю, стало пропадать в физике. И уж совсем непонимаемая сопричастность эфира к духу исчезла из учения об эфире. Тем самым знания древних об эфире начали выхолачиваться, а наука сделала акцент на светонесущую и волнонесущую способность эфира. Мало кто знает, но эфир был в таблице Менделеева. Русский химик назвал его Ньютонием и считал, что частицы эфира в миллионы раз легче атомов всех других элементов. Казалось, что с началом 20 века для населения планеты заслуженно начнется эра эфира. Эра новой жизни, наполненной открытиями и фантастическими достижениями. Цивилизация реально подошла к порогу, за которым начинался золотой век, основанный на новых неизведанных видах энергии и способах их передачи на огромные расстояния без потерь. Это предполагало многократное снижение всех затрат на производство материальных благ и услуг. Желанное общество всеобщего благоденствия было совсем рядом. Однако этого вполне ожидаемого всеми праздника не произошло. Эфир вдруг загадочно исчез из периодической таблицы. О нем стали забывать и, более того, говорить о нем стало совсем не модно. Почему же это произошло? Начало 20 века вошло в историю физики как год чудес. После опубликования в 1905 году в ведущем физическом журнале Германии трех выдающихся научных статей никому еще не известного немецкого физика Альберта Эйнштейна. В них начинающий ученый размышляет и достаточно оперативно печатает ряд статей, в которых практически перечеркивает учения великих умов человечества по эфиру. Эйнштейн противопоставляет теоретическим положениям о светоносном эфире свою специальную теорию относительности. Мнений несогласных авторитетных ученых, включая великого француза Анри Пуанкаре и выдающегося голландского физика Хенрика Антона Лоренца, отвергающих теорию относительности в интерпретации Альберта Эйнштейна, особо в расчет не принимались. В 1915 году Эйнштейн опубликовал главные уравнения общей теории относительности. К этому времени все теоретические изыскания в отношении эфира были остановлены, незаслуженно забыты, и вспоминать эфир считалось правилом дурного тона и личной профессиональной слепотой. Американский физик-теоретик, автор научно-популярного бестселлера «Физика будущего» Митио Капо, полагает, что хотя Эйнштейн и уничтожил изначальную теорию эфира, но взамен дал понятие энергии «ничего», которым весьма охотно пользуются физики разных стран. И около ста лет назад ученые сказали, допустим, есть некий эфир. Этот эфир что-то вроде жидкости в пустоте, которая вибрирует. Поэтому свет может проходить через вакуум, потому что в вакууме есть эфир. Потом пришел Эйнштейн и сказал, нет, не так быстро, нет никакого эфира. Победа теории относительности над эфиром была насильственной, но тем не менее признанной практически всей научной элитой и мировой общественности. Развивая свою теорию, общую теорию относительности с 1907 года по 1916 год, Эйнштейн все-таки понял, что допустил здесь очень серьезную ошибку. И в теории относительности он понял, что без эфира ему уже не обойтись. И тогда он заменил эфирную среду на физический вакуум. В 1920 году Эйнштейн пишет статью, в которой утверждает, что согласно общей теории относительности, пространство немыслимо без эфира. В январе 1926 года в статье «Моя теория и эксперименты Миллера» он признает, что мы не можем в теоретической физике обойтись без эфира. Однако, несмотря на высказывания позднего Эйнштейна об эфире и его признание эфира, ученая общественность и по сей день так и не вернулась к эфиру, прячась за понятием физического вакуума, скалярного поля или поля Хиггса. Однако, что же такое эфир? Что он собой представляет? Эфир – это упругая среда, которая лежит в основе мира. Может быть, вы удивитесь, но мы тоже состоим из эфира, и мы дышим эфиром, потому что все частицы, атомы, молекулы, звезды, планеты, галактики созданы из эфира. Все это уплотненный эфир, и все это, включая Вселенную, находится в единой космической разреженной эфирной среде. Ученый выдвинул гипотезу, что эфир чрезвычайно упруг и способен изменять свою плотность. Эфир представляет собой подвижные эфирные потоки и создает эфирные вихри, которые формируют частицы, атомы, звезды, галактики и саму Вселенную. Поэтому только из эфира образовывается материя. Он способен аккумулировать и выделять энергию, а также принимать, сохранять и передавать информацию. Ученые считают, что осознание материальной основы эфира, понимание природы его плотности и упругости, позволит осуществить давние мечты человечества о телепортации и левитации. Цивилизация получит в свое распоряжение совершенно новые, экологически чистые транспортные средства на непознанных по конами принципах перемещения. Изучение информационных свойств эфира приведет к тому, что телепатия станет обычным делом и займет место мобильных телефонов и радиостанций. Это станет новым способом передачи любой информации и общения между людьми на любых расстояниях. И все это эфир. Эфир, из которого мы состоим. Эфир, в котором мы живем. Эфир, которым мы дышим. Эфир, который в угоду ошибочным теориям почему-то был предан за... Продолжение следует... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А наука дальше взрыва старалась не заглядывать. Но сегодня этот вопрос стал с особенной остротой. Кто мы и кто нас создал? И вообще, как устроен мир, который нас окружает? Долгое время считалось, что Вселенная однородна и бесконечна. Галактики и звезды неподвижны, а космос мертв, пуст и холоден. Что во Вселенной существует лишь безвоздушное космическое пространство и материя в виде галактик, звезд и планет? И что меньше атома ничего нет? Однако в начале 20 века новые факты обескуражили и шокировали ученых. Ведь оказалось, что все это совсем не так. Дело дошло до того, что на конференции ведущих астрофизиков и космологов планеты в 2012 году в Португалии очень серьезно рассматривался вопрос о кризисе в космологии. Новейшие телескопы подарили невероятные открытия. Оказалось, что вся Солнечная система вращается вокруг центра нашей галактики Млечный Путь. А галактики тоже не стоят на месте. Прежде всего, они разбегаются в сторону. Так было открыто удивительное свойство нашей Вселенной. В ней нет ничего неподвижного. Более того, она сама все время расширяется. Об этом заявил известный американский астрофизик Эдвин Хаббл, который, наблюдая за галактиками, пришел к выводу, что галактики удаляются и от нас, и друг от друга. Таким образом, важнейшим результатом моделирования Вселенной в 20 веке явилось понимание, что Вселенная однородна, изотропна и неостатична. То есть она расширяется. Несколько позже у физика Георгия Гамова родилась идея. Если галактики разлетаются, то вполне возможно, когда-то существовала некая начальная точка, из которой все и начиналось. Тогда причиной этого явления вполне может служить некий невероятно мощный космический взрыв, который и разбросал звезды и планеты во Вселенной. Мы, ученые, считаем, что порядка 13,8 миллиардов лет назад произошел космический взрыв, так называемый Большой взрыв, который разбросал все молекулы и атомы во все стороны. Мы видим отголоски этого события во всем. Мы видим, как галактики движутся друг от друга, а не сближаются. Мы можем измерить остаточную радиацию Большого взрыва. Мы считаем, что теория Большого взрыва верна. У нас есть тысячи свидетельств, подтверждающих эту теорию. По мнению экспертов, несмотря на всю фантастичность возможности упрятать весь наш окружающий мир в одну сверхмалую точку, теория Большого взрыва заняла свое достаточно устойчивое положение в современной космологии. Но, как полагают физики, при всех положительных моментах теория не объясняла механизмы образования частиц и атомов химических элементов и не отвечала на вопросы. Что же было до Большого взрыва? Каким образом вся материя Вселенной была сосредоточена в одной сверхмалой точке? Если всю Вселенную возможно было собрать в одну конечную точку, значит, она не была бесконечной. Почему Вселенная, находясь в этой точке, вдруг взорвалась? Что вызвало этот взрыв? Какова природа этого явления? Непонятен механизм появления частиц, атомов. И в этом плане, в этом плане, в теории действительно достаточно много вопросов. И говорить о том, что эта теория могла бы действительно стать основой нашего понимания возникновения Вселенной, достаточно сложно. Поэтому гипотезы о возникновении Вселенной и порой самые шокирующие выдвигались учеными неоднократно. В поиске ответов на новые вопросы революции Вселенной американский ученый Алан Гуд в 1980 году предложил и описал процесс сверхбыстрого инфляционного расширения Вселенной, который якобы предшествовал Большому взрыву. Идеи Алана Гуда были развиты советским физиком, а ныне профессором Стэнсфордского университета Андреем Линде, который сформулировал свою теорию. Теорию хаотической инфляции, которая предполагала наряду с электромагнитным и гравитационным полями еще одно поле — скалярное. В середине 80-х и 90-х годов 20-го столетия активное развитие получила так называемая теория струн, суть которой состоит в том, что все фундаментальные частицы представляют собой не точечные объекты микромира, а определенные колебания тончайших струн с чрезвычайно малой длиной. По мнению ученых, частота колебания такой струны может определять массу и энергию, то есть, по сути, некий портрет той или иной фундаментальной частицы. В качестве аналога можно представить какой-нибудь струнный инструмент с разными по звуку, частоте и толщине струнами. Теория струн — это сейчас самая продвинутая попытка найти универсальную теорию и объяснение законов природы и всего, что мы видим вокруг себя. Ясновополагающая идея очень проста. Она отвечает на вопрос, который обсуждался как минимум две с половиной тысячи лет, то есть, из чего все состоит. Теория струн, как полагают ее разработчики, американские ученые Брайан Грин и Миттио Како, подходит и для описания микромира на уровне фундаментальных и элементарных частиц с помощью квантовой механики, и для понимания мегамира на уровне звезд, галактик и Вселенной, используя положение общей теории относительности. Эта теория выходит за пределы того, что считал Эйнштейн. Это теория, над которой работал я сам. Я один из пионеров теории струн, и она говорит, что при рождении Вселенной у нее было 11 измерений. Что существуют скрытые измерения, которые мы не можем увидеть невооруженным глазом, но которые делают Вселенную такой, какая она есть сегодня. Однако в полном объеме теория струн пока не сформирована и имеет ряд существенных недоработок. Более того, понять 11 измерений Вселенной достаточно сложно, особенно если живешь в трехмерном мире. Где-то в 70-х, 80-х годах, когда стал вопрос, и решался вопрос, не голосованием, конечно, но с привлечением авторитетнейших, так сказать, от умов, о том, что есть Вселенная и какая она, эта Вселенная. И, кстати говоря, в 70-х годах был выработан и принят окончательно антропный принцип, так называемый, который звучит примерно так. Вселенная такова, потому что в ней есть наблюдатель. Нет, чтобы точку после этого поставить, что есть наблюдатель. А поставили, представляете, человек. Ну вот. И вот в этой Вселенной могут действовать разные законы в зависимости от параметров изначальных мировых константов. Совсем недавно ученым Тимуром Тимирбулатовым была выдвинута научная гипотеза о строении и функционировании тороидальной Вселенной. Ученый считает, что подобно Вселенной устроены и частицы, и атомы, и живая клетка, и живые организмы, и звезды, и планеты, и галактики. В соответствии с его гипотезой ядро Вселенной, черная дыра с двумя воронками и вселенским туннелем, а также вращающиеся сквозь ядро и вокруг ядра частицы, атомы, звезды, планеты и галактики составляют материальную основу Вселенной. В природе огромное количество аналогов. Вот Вселенная, например, очень похожа на мандарин. И если очистить мандарин, то можно заметить, что он имеет достаточно правильную тороидальную форму. Внутри этого мандарина находится канал, ядро и множество косточек, которые напоминают галактики. Эта гипотеза позволяет объяснить многие происходящие явления во Вселенной, на которые сегодня пока не находят ответов. Итак, астрофизики утверждают, наша Вселенная, во-первых, все-таки бесконечна во времени и пространстве. Во-вторых, она однородна, то есть независимость от места наблюдения, времени и направления. Все сущее во Вселенной выглядит одинаково. В-третьих, наша Вселенная изотропна. В окружающем пространстве отсутствует какое-либо главное направление движения. Напротив, Вселенная постоянно расширяется, галактики удаляются друг от друга, разлетаясь все дальше и дальше. И еще, Вселенная имела свое начало. То есть, согласно гипотезе астрофизиков, она родилась из сверхмалого пространства со сверхвысокой температурой и давлением. Но подтверждают ли эту гипотезу последние открытия ученых? Сегодня на службе у космологической науки появились современные телескопы на вершинах гор и в космосе, мощнейшие компьютерные системы, огромные лаборатории на Земле и уникальные космические аппараты на просторах Вселенной. С их появлением перед учеными астрофизиками открылись новые возможности для освоения космоса. Открытие новых космических явлений в начале 21 века существенно поколебало уверенность астрономов и физиков в правильности их представлений о Вселенной. Так данные, полученные с американского космического зонда WMAP, взорвали весь научный мир новостью об обнаружении странной материальной области, которая пронизывает всю Вселенную. Эти данные опровергли положение общей теории относительности и общепринятое мнение, что после Большого взрыва Вселенная развивалась хаотично и в целом имела однородную структуру. Эта новость шокировала ученых, так как неминуленно возникал вопрос об однородности Вселенной. Эту загадочную материальную область назвали осью зла. Почему зла? Да потому что она полностью разрушала понимание о Вселенной как об однородной структуре, а значит и ставила под вполне справедливые сомнения и всеобщепринятую теорию Большого взрыва. Но это еще не все. Это же явление было обнаружено и космической обсерваторией Планк в 2012 году. Кроме того, группа ученых из Мичиганского университета под руководством профессора Лонга на основе исследования почти 16 тысяч спиральных галактик предположила, что наша Вселенная не только имеет свою ось, но и, возможно, вращается вокруг этой оси. Но и это еще не все. С космического зонда WMAP пришли результаты космических исследований, которые свидетельствовали о том, что около полутора тысяч скоплений галактик вместо предсказанного стандартной моделью хаотического движения во Вселенной вполне организованно двигаются в одном направлении. Этот поток галактик назвали темным потоком. Космическое явление вновь поставило ученых-теоретиков в неловкое положение, а разработанные ими теории под вполне справедливые сомнения. Но как же так? Неужели теория относительности совсем не безгрешна? Оказывается, да. И космос время от времени подтверждает это. Более того, астрономы открыли громадную группу квазаров, имеющую размер порядка 4 миллиардов световых лет, великую стену Геркулес, северная корона, размером 10 миллиардов световых лет. Все они имеют плоскую, округлую структуру с огромными радиусами в один миллиард и более световых лет и расположены друг от друга на различных расстояниях. От 200 миллионов световых лет до 500 миллионов световых лет. Понять природу этих сверхскоплений астрономы пока не могут. Как не могут ответить на достаточно большое количество вопросов, возникающих при их изучении. Эти примеры доказали, что Вселенная совсем неоднородна, не хаотична и не факт, что бесконечна. Люди задаются вопросом, является ли Вселенная бесконечной или конечной? Есть ли где-то кирпичная стена, до которой можно добраться, и на которой написано «Конец Вселенной». Но тогда встает вопрос, а что за этой стеной? И это далеко не все неясные вопросы и проблемы, которые выявились за последнее десятилетие. Они поставили под серьезное сомнение все ранее разработанные теории. Астрофизики полагают, что время для серьезного переосмысления всех существующих теорий Вселенной уже пришло. Что можно сказать? Сегодня ученые все больше склоняются к мысли о том, что ну не может такое сложнейшее грандиозное сооружение, как наша родная Вселенная быть хаотичным нагромождением материи и пространства. Уж больно хитро все продумано. Слишком много невероятных совпадений и слишком разумных решений. Судите сами, даже микроскопический отпечаток пальца каждого из нас и целые галактики размером в сотни миллионов световых лет имеют одну и ту же форму, один и тот же рисунок. Поневоле вспомнишь Библию о том, что все на свете создано по образу и подобию Творца. Но если абстрагироваться от религиозных штампов и обратиться к новейшим открытиям астронома, то картина получается еще более фантастическая. Оказывается, хрестоматийное вращение планет подчиняется не закону всемирного тяготения, а какому-то невероятному вселенскому правилу сохранения жизни и разума. Религия появилась раньше науки. В древние времена ей выпала роль отвечать на самые глобальные вопросы о мироздании. И любой, даже самый экзотический культ включает в себя образ бога-создателя. Как правило, он мужского рода. И вот как древние представляли себе бога. У египтян богом первотворения был Атум. Он создал сам себя из первичного хаоса, океана. Его изображали в виде гигантского человека, часто старика, с двойной короной на голове. В древнем китре создатель вселенной носил имя Паньгу. его тело это весь окружающий мир. Его дыхание это ветер, а взгляд солнечный свет. Руки и ноги горы, а люди считались насекомыми на теле верховного бога. Еще одна древнейшая цивилизация мира Индия называла создателя Брахма. Он выглядел как старик с белой бородой, имел четыре головы, четыре лика и четыре руки. Его часто рисовали с красной кожей, одетым в красные одежды. В христианстве создателя тоже изображают как седовласого старца, сидящего на поблоке. Пока человек был вот на таком уровне, ему и говорили это старичок на небе. И он очень разумный, и он все видит. Однако телескопы и межпланетные зонды не обнаружили никакого бородатого старика на небе и даже в глубоком космосе. Поэтому с развитием космонавтики вера все больше уступала место научным теориям. Основой нашего знания о мире стала идея, что Вселенная создалась сама собой. И человек появился самостоятельно, развиваясь из обезьяны в ходе эволюции. Но чем дальше шагала наука, тем больше появлялось фактов, которые не укладываются в эти концепции. Именно тогда появилась гипотеза о том, что может быть все мироздание управляется из одного сверхразумного источника. Потому что в каждом физическом процессе Вселенной явно видны следы хорошо организованной системы. И даже косвенные доказательства разумного вмешательства математически доказано, что случайная вероятность возникновения жизни на Земле один к миллиарду в миллиардной степени. Причем и сама планета и ее обитатели с уникальной ДНК получились гениально просчитанными. Стоит изменить любой параметр нашей планеты и не будет ни нас, ни неба над головой. Более того, только при этих параметрах и может возникать жизнь. Как Вселенная началась изначально, откуда она появилась, это вопрос скорее к теологам, а не к физикам. Мы не можем объяснить, почему начался большой взрыв. По мере исследований окружающего мира появлялось все больше фактов, которые подталкивали ученых к гипотезе разумного начала Вселенной. Прежде всего, эти доказательства предоставила сама наша планета. Земля движется вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду. Будь это значение меньше, она бы сильно приблизилась к Солнцу и перегрелась. Больше замерзла. Если бы Земля была слишком близко к Солнцу, вода бы испарилась и жизнь была бы невозможна. Если бы Земля была слишком далеко, океаны бы замерзли и жизнь была бы невозможна. Мы как раз на нужном расстоянии от Солнца, чтобы вода была жидкой. Почему это важно? Вода часто встречается во Вселенной, но большая ее часть находится в состоянии льда. Жидкая вода необходима для создания жизни, поскольку именно в жидкости может появиться Магнитное поле Земли именно таково, чтобы никакое смертельное излучение из космоса не нанесло вред обитателям нашей планеты. Гравитация такая, чтобы удержать атмосферу, плотную ровно настолько, чтобы падающие метеориты сгорали в верхних слоях. Кислорода в воздухе 21%. Если бы было меньше, мы бы не знали, что такое горение. Больше не смогли бы потушить ни один пожар. Более того, есть огромное множество обстоятельств, которые с непостижимой точностью, казалось бы, случайно совпали так, что возникли условия для зарождения первой простейшей клетки, хотя по теории вероятности это уже невозможно. Мы находимся в Солнечной системе. На Земле, вот Земля, она состоит из разума всех, всего того, что находится на Земле. животных, растений, человек и так далее. Вот Вернадский назвал это ноосфера. Вот Земля, она разумна и она имеет ноосферу, сферу разума всего, что живет на Земле. Она для меня Бог. Я ее не воспринимаю как разумная, как умная, как любое, но я часть вот Земли, и я часть Бога, который можно назвать Земля. Чем глубже наука проникает в тайны мироустройства, тем человечество все больше утверждается в мысли, что мир целенаправленно и осознанно создан великой силой, Господом Богом. Более того, познать этот замечательный мир мы сможем лишь при объединении усилий науки и религии. Сегодня официальная наука вынуждена придерживаться теории большого взрыва, которая хотя бы в общих чертах позволяет представить процессы возникновения частиц, атомов, планет и галактик. Однако теория большого взрыва не дает ответа на главный вопрос, как устроена наша Вселенная, потому что тезис о якобы все время расширяющейся Вселенной противоречит, например, результатам наблюдений за космическим пространством. То есть на бумаге она расширяется, а там в космосе нет. Человечество за время своего существования достаточно глубоко проникло в тайны устройства мира. Ученые открыли мельчайшие фотоны и нейтрина, протоны, нейтроны и электроны. Мы уже понимаем, что протоны, нейтроны и электроны составляют атомы, а они молекулы, которые формируют все физические тела во Вселенной, включая звезды и планеты. Звезды и планеты образуют планетарные системы, составляющие галактики. Галактики собираются в скопления и формируют сверхскопления галактик. Ученые, представители науки, действительно, думающие очень люди, являются потомками тех ученых, тех мыслителей, которые в свое время, в средние века, в период возрождения, и так далее, стали задавать вопросы. Да, от Бога, все от Бога, но как именно, при помощи каких механизмов, они стали задавать вопрос не почему или от кого, а как. И вот постепенно, постепенно, с веками, уже, так сказать, забыли изначально о причине, так сказать, о причине всего, и стали говорить, так сказать, о том, что наука сама по себе работает, и рассматривать вопрос, вот каких механизмов, каких-то механизмов, которые, в частности, породили Вселенную, и там, как она, так сказать, развивалась. Вместе с тем, в 2013 году гипотеза о тороидальной Вселенной Тимура Тимирбулатова получила свое дальнейшее развитие. Она основывалась на применении законов устройства мира, на понимании определяющей роли эфира, эфирных потоков и эфирных вихрей в построении Вселенной. Весь мир устроен достаточно просто. В Азумруно-Скрижале Гермес-Тресмегист говорил, как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху. Поэтому Вселенная не исключение. Если мы знаем, как формируются частицы или атомы, то подобным образом может формироваться и Вселенная. Более того, информация, полученная за последние десятилетия, опровергла многие теории и гипотезы о возникновении и устройстве Вселенной. Однако она полностью подтвердила предположения российского ученого о структуре и порядке функционирования Вселенной. На мой взгляд, Вселенная состоит из ядра Вселенского тунеля с черной дурой, двух воронок фронтальной и тыльной, а также вращающихся в потоках эфира, галактик, звезд, планет и, конечно же, астероидов, космической пыли и газа. Ну, вот по сути вся Вселенная. Процесс образования частиц, атомов, звезд и галактик по предположению ученого также достаточно прост. Он основан на последовательном формировании различных по величине эфирных вихрей и на процессе составления цепочек. К примеру, мелкие эфирные вихри формируют предполагаемые, но пока еще не обнаруженные мельчайшие фундаментальные частицы. Эфирные вихревые сгустки, которые объединяются в цепочки. Эти цепочки представляют собой энергетические фракции. Цепочки из энергетических фракций формируют фотоны. Из цепочек фотонов составляются нейтрино и антинейтрино. Из цепочек нейтрино позитроны, а из цепочек антинейтрино электроны. Цепочки электронов и позитронов формируют протоны и нейтроны, а они, в свою очередь, ядра атомов химических элементов. Атомы тоже объединяются в некие цепочки и формируют молекулы. Молекулы и атомы объединяются в звезды. Звезды, сталкиваясь, раскалываются на части, из которых могут формироваться планеты. Звезды и планеты образовывают планетарные системы, которые составляют галактики. Галактики собираются в скопления галактик, а они в сверхскопления. Все это вместе с ядром, вселенским туннелем и его воронками представляет собой Вселенную. И все это происходит в эфирной среде и состоит из эфира. Таким образом, для нас открывается совершенно логичный и простой механизм образования не только частиц, звезд, планет, галактик, но и самой Вселенной. Во Вселенной во вращающихся эфирных потоках последовательно образовываются сначала фундаментальные частицы, а затем в процессе падения скорости вращения потоков формируются элементарные частицы и их цепочки атомы, молекулы, звезды и планеты. Мощные объединенные эфирные потоки формируют галактики. Сначала неправильные, затем эллиптические, линзообразные и, наконец, при подходе к серединному поясу Вселенной спиральные галактики. В спиральной галактике силы гравитации и эфирные вихри формируют ядро галактики со сверхмассивной черной дырой, которая активизируется при выходе из срединного пояса Вселенной. Сверхмассивная черная дыра галактики захватывает эфирные струи с планетами и звездами и перерабатывает их в атомы и элементарные частицы, которые раскаленным светящимся потоком вырываются из воронки сверхмассивной черной дыры. спиральные галактики галактики постепенно преобразовываются в квазары самых ярких жителей Вселенной. Сверхмассивная черная дыра галактики становится подобно ракетному двигателю, который разгоняет квазар до огромных скоростей. Известно, что все квазары движутся исключительно от нас, то есть они всегда удаляются. При этом скорость квазаров на более близком расстоянии от Земли меньше, чем у квазаров, которые находятся на более дальнем расстоянии. Ученые-астрономы обнаружили квазар, удаленный от Земли на расстоянии около 13 миллиардов световых лет. Скорость движения наиболее удаленных квазаров по их оценкам приближается к скорости света и составляет около 250 тысяч километров в секунду. Квазары, которые расположены ближе к Земле, движутся с гораздо более низкими скоростями. Спиральные галактики и их скопления, преодолев срединый пояс Вселенной, устремляются к фронтальной воронке ее черной дыры. В этом случае, исходя из геометрических особенностей Тора Вселенной, эти галактики должны не отдаляться друг от друга, а совсем наоборот, они должны сближаться. Объяснить сближение галактик и их массовое однонаправленное движение во Вселенной, которое было названо темным потоком достаточно легко, если принять за основу Тораидальное устройство Вселенной. Поэтому темный поток по сути представляет собой организованное движение галактик, перемещающихся от одной воронки черной дыры к другой воронке черной дыры Вселенной. Но можно ли объяснить такое необычное явление, как ось зла? Ученый считает, что можно? В соответствии с разработанной гипотезой, эта загадочная ось зла представляет собой Вселенский туннель и ядро Вселенной, которые состоят из колоссальных масс уплотненного эфира. Именно они дают сигнал о мощном гравитационном воздействии, которое заметили астрономы. Становится объяснимым и факт исследования группой ученых из Мичиганского университета 15872 спиральных галактик, который говорит о том, что наша Вселенная возможно не только имеет свою ось, но и вращается вокруг нее. Кроме того, гипотеза объясняет и природу возникновения сверхскоплений галактик. Дело в том, что при подходе к фронтальной воронке черной дыры Вселенной квазары, входящие в состав сверхскоплений, завершают процесс переработки звезд и планет галактики в частицы и атомы. Эти частицы и атомы практически единой порции в едином эфирном потоке направляются в черную дыру Вселенной, а затем во Вселенское ядро. В ядре Вселенной они разрушаются и высвобождают эфир, из которого они состоят. Воспроизведенный чистый эфир увеличивает давление в ядре Вселенной до критических значений и колоссальные порции эфира вырываются из ядра через тыльную воронку черной дыры Вселенной. Впоследствии в этих эфирных потоках формируются частицы, атомы, звезды, планеты, галактики и, наконец, их сверхскопление. При этом количество эфира, поступающего в ядро Вселенной в виде атомов и частиц будет равно количеству эфира, который вырывается из ядра Вселенной и из которого будет сформировано новое сверхскопление. Эта точка зрения находит свое подтверждение при изучении сверхскоплений галактик, таких как Великая Стена Слоуна, Великая Стена Геркулес, Северная Корона, Великая Стена Си-Фей-2 и так далее. Все они имеют плоскую округлую структуру с огромными радиусами и представляют собой своеобразные колоссальные порции звезд и планет. Гипотеза тороидальной модели Вселенной основывается на признании эфира и полностью отвечает требованиям законов устройства мира. Вселенная является замкнутой системой, а следовательно может долгое время существовать практически без потерь материи и энергии вне зависимости от внешних факторов. По сути, в предполагаемой конструкции Вселенной материя превращается в энергию, а энергия в материю. Поэтому Вселенная функционирует надежно и циклично от чистого эфира к материальному миру, а от него к чистому эфиру и затем вновь к материальным частицам, звездам и планетам. И этот процесс исправно происходит вот уже миллиарды миллиардов лет. Мне нравится концепция Тимир Булатовой относительно того, что наша Вселенная представляет в себе второобразную структуру, и если двигаться вот, условно говоря, внутри этого бублика, она будет бесконечной, Вселенная. Среди огромного числа планет во Вселенной существуют и те, на которых зарождается жизнь. Нам выпало великое счастье быть среди этих избранных планет. Правда, в вопросе, как на Земле появилась жизнь, до сих пор нет единого взгляда. Ученые все еще не знают, каким образом первый живой организм оказался в древнем океане нашей планеты. Возможно, его принес туда метеорит или он попал на Землю с космическим ветром. Причем весьма велика вероятность, что жизнь в других уголках Вселенной возникла намного раньше, чем на Земле. Однако, чем больше наука исследует этот вопрос, тем больше возникает гипотез о том, что этот механизм невозможен без единого управляющего центра. Нашу планету во Вселенной подстерегает множество опасностей, которые создают угрозу для жизни цивилизации. Это и беспощадные черные дыры, и вероломные астероиды, и космические лучи, и смертоносные вирусы. Но, может быть, есть способ, как избежать всех этих опасностей? Может ли кто-то знать, как сохранить такое хрупкое и редкое явление, как биологическая разумная жизнь? И у нас только два пути. Или же мы можем продолжать уничтожать то, что нам не принадлежит и не нами создано. Мы можем продолжать убивать все подобных, убивать животных, растения, планету. И тогда наша история достаточно быстро закончится. Или же мы можем забыть все распри, обиды, все притязания и претензии, объединившись с всем миром перед глобальной планетарной угрозой, способной уничтожить человечество и победить. И это единственно правильный путь. И действовать необходимо прямо сейчас, немедленнее и не раскачиваясь. Согласно теории Циолковского, космос не только обитаем, но и высоко организован в социальном плане. В нем существует несметное количество разумных высокоразвитых цивилизаций, объединенных в единое космическое сообщество. А чем более развита цивилизация, тем более она добра великодушна и нравственна. Именно поэтому наш контакт ценой цивилизации, по мнению Циолковского, возможен будет только тогда, когда человек усовершенствуется не только технически, но и нравственно. В самом деле, чем мы, земляне, заняты всей нашей историей? Мы воюем, уничтожаем себе подобное, засоряем планету. О чем с нами можно говорить? Что мы можем дать великому космическому сообществу? Именно поэтому Циолковский считал, что войти в это сообщество можно только на равных. И вот когда это произойдет, только тогда человечество будет ждать великое космическое будущее. Действительно, для создания надежной защиты от гигантских астероидов со смертоносными вирусами необходимы космические станции, способные эффективно противостоять движущейся астероидной угрозе. Для этого потребуются годы и даже десятилетия. И если человечество не договорится о немедленных совместных действиях, то что-либо предпринимать будет уже слишком поздно. Поэтому мы сами должны сделать свой выбор. И чем быстрее, тем больше вероятность того, что мы будем долго и счастливо жить на нашей любимой процветающей планете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова